Лежаю, помру, место опростое и все. Не, ну однако-то ты сейчас в муравейник пришел-то, когда у тебя нужда пришла сюда. Ну сейчас в муравейник, но вот я и стремлюсь подальше от этого муравейника, с краю где-то поселиться. Чтобы никому не мешаться, да? Ну. Ну, в миру как-то. А почему ты? В миру как жить? Там же соседи, кругом соседи. И что? Ну, а я ленивый такой. Будут на меня косо смотреть. Ну, а не проще ли поменяться? Надо меняться, конечно. И жить в миру, и помогать, перестать быть паразитом. Поэтому тебя никто и не принимает, и не привещает, а ты паразит. Попривык на драмовщинку. Все, тебе дай, да дай. Ну, ты брат, тебе пришел, он знает, что ты не с подарками идешь, а с просьбами. Помоги, помоги. Когда-то это, ну, понятно, там, тебе, говоришь, утеплил, там, все равно холодно, там, не хватило денег у тебя, или он там плохо утеплил, там, непонятно сейчас. Ну, а если ты ленивый и не работаешь, у тебя другого дохода-то, кроме пенсии, нету, там, там, это строитель, это его поселка, знакомый. Ну, ну, на матерка все это дело устроил. Ну, а что, он мало бы не заплатил строителям. Хорошо. Так и шляпали, как попало, им побыстрее. Ну, найдутся, допустим, люди, которые вот займут тебе, хотя я в этом сомневаюсь, ленивым он занимать, явно, что не отдаст. Хотя Писание говорит, просящему у тебя дай и не проси назад. Ну, тут явно, что ты человек ленивый, не дохода, что обратно денег от тебя не дождешься. Понятно, что ты научился, там, не пить, не есть, там, по помойкам шляться, там, выпрашивать, клянчить, все. Государство тебе 8 тысяч дает, но все равно ты вот сейчас пришел ко мне в пакет гречки, ты же его не нашел, ты же его купил, купил, деньги потратил, потратил. Хлеб купил, купил, то же, то же, ты все равно же ты на себя тратишь хоть сколько-то. Сколько ты в месяц тратишь на питание, не считал? Примерно. Да, я тоже понятно не знаю. Ну, ты вот последний раз, когда... Ну, я питался с помойки, с этим, где, так, просрочка, с магазина просил. Просрочку давали. Да, по многу давали. Ну, а сейчас... Иной раз вот тяжело лезти. Даже не мог поднять. Давали много. Угу. Если тебе кто-то денег-то пожалеет тебя, займут тебе, через сколько времени отдашь? Не буду экономить, то же. Через какой период, допустим, тебе вот найдется человек, да, тебе скажи, Вася, вот тебе 300 тысяч, а я тебя занимаю на до. Ну, а когда ты ему отдашь? Не буду, ясно дело, экономить так же. Я тебе третий раз прошу, когда отдашь? Так отдам по мере денег, я же не знаю. Ну, посчитай, ты скажи, я тебе дам. Ну, вот выплачивает это единство, плюс пенсия. То есть ты 300 тысяч возьмешь, допустим, в банке ты возьмешь, да, они скажут, отдавай 500, а эти 500, допустим, у тебя 8 тысяч, ну, 1200 тебе там дам на питание. 8 тысяч в месяц ты можешь отдавать каждый месяц пенсию. Жить на чё? На единство, которое капает по молитвам. 1200 в месяц. Ой-ой-ой. Нравится тебе такая жизнь? Так, а куда? Работать не приучили тебя, да? Безбожная власть, говорит, отучили людей трудиться и молиться. Так заработал. Заработал, получаю. Что заработал, то и получаешь. Ну, странное дело, вот Игнать Тихонич, у него такая же пенсия минимальная, но ему не давали работать-то, в отличие от тебя. Он старше тебя? Такого он уверовал-то, ну, что говорят, 23 года, что ли? 23 года уверовал, работал на трёх работах, три грыжи у него, такая же пенсия, ну, раз и справедливо, как ты считаешь? В три раза больше тебя работал, а пенсия такая же. И всем помогает. Начальник детского лагеря. Так, я так минимально. Пенсия-то... Ну, он-то всем помогает, понимаешь? Пенсия-то у меня меньше 8 тысяч. Это уже надбавка социальная. Он всем даёт, он всем даёт, а ты у всех просишь. Два пенсионера одинаковых, оба верующих, в одной общине. Почему такая колоссальная разница? Ну, он у Бога отмаливает. Ну, что у Бога отмаливает? Деньги у Бога просит? Помощь и просит. Вот. А ты? Ну, а я ленивым Бог не даёт. Ленивым Бог не даёт. Ну, это справедливо? Справедливо. Ну, и всё, успокойся. Я ленивый? Ну, я успокоился. Не знаю. Как успокоился? Дом-то ты собираешься покупать деньги? Ну, я его и куплю. Ну, а на что ты его купишься, ты ленивый? Я тебе объяснил уже, на что куплю. Ну, залезешь в долговую яму. Ну, залезу в долговую, я тебе буду уплачивать. Ну, ты думаешь, банк тебе даст? Да. Ну, я тебе говорю, единство выплачиваю, пенсия. Ты в банке спрашивал, прежде чем ты договор с этим человеком заключал, на покупку дома за 600 тысяч. Ну, вот, весна подойдёт, я пойду в банк, если не стоит. Так весна, тебе до весны надо узнать, то есть, если тебе банк откажет, ты задаток уже отдал ему 163 тысячи. Ну, я не знаю, может, этот мужик ещё даст, у которого я работал. Ты авантюрист, у тебя денег нету, а ты не знаешь, где их взять и отдаёшь за задаток, ты непосредством живёшь. Ну, может, мужик этот даст, у которого я работал, может, он поможет мне, я ему помогал. Так ты бы сначала узнал, всё бы порассчитал, посоветовал. Так время-то ещё есть, я узнаю. Так время-то нету времени, ты уже задаток отдал. Да как нету времени, до 1 мая. Ты уже договор-то заключил с этим человеком. Так время до 1 мая. А денег у тебя нету? Время ещё, куча, куча времени. До 1 мая ещё. Это чё? Ты прежде чем этот дом-то за 600 тысяч покупать, ты бы сначала спросил, прикинул, откуда у тебя эти 600 тысяч возьмутся. А ты 300 нашёл, а 300, а дайте мне, я ленивый. Ну, батюшка и улыбается. Так в этом домишко продал по дешёстке. В котором сейчас живёшь? Ну. За 200 ты хочешь его продать? Ну, если сосед не согласится, повыше цену поднять. Ну, я за 200 продам. Ну, ты с соседом разговаривал? Разговаривал. Согласил он тебя его купить? Ну, он говорит, до весны, там посмотрим. То есть, он не согласен у тебя этот дом купить? Ну, он говорит, до весны, там посмотрим. То есть, он не согласен пока покупать? Ну, пока не согласен. Пока не согласен. Денег нет. Денег нет. Тот хозяин, на которого ты надеешься, что он тебе поможет, которому ты помогал, ты ему занимал деньги в своё время, да? Несколько раз. Несколько раз занимал. Ну, а ты думаешь, что он тоже тебе на дом займёт. А ты ему занимал под проценты. Под проценты. Вот. И ему тоже. Ну, и ему под проценты. Ну, проценты. 12 процентов. 12 процентов годовых. Ну. Ну, без заморочки. Без банковской заморочки. Уже известно, сколько выплачиваете. Если ты 300 тысяч, вот этот мужик тебе отдаст, 12 процентов годовых, сколько тебе нужно будет отдать? Сможешь посчитать? Так я не знаю, сколько он мне отдаст. Ну, 300, допустим, он тебе отдаст. Тебе же 300 надо. Да зачем мне 300-то? Ну, если я дом продам, зачем мне будет 300-то? Ну, 100. Ну. За 200 дом продам, просто 100 тысяч. Ну, я не бухгалтер, посчитай. 12 процентов от 100 тысяч. 100 тысяч под 12 процентов. Ну, там небольшая сумма. 12 процентов от 100 тысяч. Сколько будет? Ну, 10 тысяч, там, может, чуть побольше. Ещё. 112 тысяч ему дашь. Ну. Если тебе ни пить, ни есть, 112 тысяч за сколько времени? При условии 8 тысяч в месяц, если у тебя пенсия. За сколько ты ему отдашь? 112 дели на 8. Ну. Как раз год. 10, ну, давай, будет 8. 850. Ну, и считай. То есть, у и десятину с пенсии. То есть, у тебя не 8, а даже 7. Да. 100 на 7 раздели. Сколько будет? 7. Сколько? За сколько месяц? Ну, да, это ерунда. Сколько месяц? Банковский заморочек-то нет. Тут у нас... Что значит? Я же продлю ему, как он продляет эту зону. А, то есть, ты... Ну, у нас банковский заморочек нет. Да, то есть, банку, если ты не отдашь, он тебя потребует... А, то есть, у нас мягкий кредит. Мягкий кредит. То есть, можно тянуть, тянуть его... Ну, он тянет, я че. В октябре... 12 октября год исполнил. То есть, ты... А он все тянет. Он все тянет, тебе не отдает, да? Ну, помаленьку отдает. Он тебе должен, да? Ну. То есть, если он тебе вовремя не отдает по договору, ты надеешься, что ты... У него он тебе даст взаймы, да? Ты в уме или нет? Нет, ну... Я-то вовремя рассчитаю. Я зачем буду тянуть? Если он мне добро сделает, я-то не буду тянуть. Ну, ты уже изначально говоришь, что... И что ты готов тянуть, потому что... Банковки заморочек не будет. Ну... И ты ему скажешь, ну, ты же мне тянула. Ну, я-то в лепешку разобьюсь, я ему вовремя отдам. Если он мне добро сделает. Как ты в нее разобьешься, если ты... Сам, как лепешка коровья. Не трудишься нигде. Как ты в нее разобьешься, если... Так я есть не буду, я ему буду долг отдавать. Есть не буду. Ну. А как ты есть не будешь, помрешь. Так я пошел, просрочку взял вообще. Вот, и питание. Ну, а если тебе откажут, не будет просрочки. Скажут, все, нету, закрылась лавочка. Ну, был же голод в стране, не было продуктов. Да, к тому же, Виктору Андреевичу пойду, там вот эти отходы буду брать. Собакам, которых я беру. Да почему? Там скотла работаю, ты наливай. То есть попрошайничать пойдешь. Ну. Работать не пойдешь. Так, если я буду долг выплачивать, куда я пойду работать? Я же не в городе буду жить. Куда я буду ездить, куда-то на старости лет. То есть мысли устроиться на какой-то дополнительный заработок, у тебя вообще даже Порошенко нет. То есть жить ты в доме в большом хочешь, а работать нет. Ну, ты живи по средствам. Ну, не хочу работать, значит, и... Так я и так живу по средствам. Ну, дом-то ты, однако, хочешь в три раза дороже. То есть дом сейчас за 200, а ты хочешь за 600. Ну. То есть 400 тысяч, ты думаешь, что тебе даст государство и даст добрые люди, которым можно не отдавать. Так же ты надеешься? Ну, так я тебе все объясню. Ну, за 200 тысяч я продам этот дом, но останется у меня 100. Не меньше даже 100. Ты бы прежде, чем этот договор-то заключать с домом за 600 тысяч, ты бы поговорил с тем хозяином, который тебе должен. Даст ли он тебе кредит по 12 процентов? И потом бы, после этого бы, уже бы тогда бы отдавал за даток. Так ему нужны деньги, он что будет? Откуда он деньги-то возьмет? Кому нужны деньги? Ты говоришь... Ну, на строительство ему деньги... Я тебе сейчас... Нет, я тебе сейчас... Как он мне даст денег? Если ему надо на стройку деньги... Ты за дом, как рассчитывался, собираешься за 600 тысяч, который? Ты должен... Я тебе уже все объясню. Ты должен... Ты сказал... Что же жевать тебе? Ты говорил, что, может быть, тебе даст тот хозяин, которому ты помогал. Как его звать? Иван. Ты прежде чем... А этого, у которого за 600 тысяч дом, как звать? Сергей. Сергей. Ты прежде чем у Сергея за 600 тысяч покупать, ты бы подошел к Ивану, он сказал бы, Иван, я вот хочу дом за 600 тысяч, я тебе помогал, ты мне поможешь? Ты так подходил, спросил? За мне зачем это? Он мне выплатит, потом я и скажу, а что ему было прежде времени говорить? Не, ну ты-то на него, как прежде времени? Ну, надеюсь, но... Ты-то на него надеешься, как прежде времени? Так и надо было прежде времени. А как? Ты за даток отдал 103 тысячи, а денег не найдешь? Он скажет, давай за дом деньги. Зачем я буду заморачивать еще с этим? Потом, в спокойной обстановке, он выплатит или я ему скажу? Ну, я вот... Выплатит, я и скажу. Человек тебе должен, тянет резину, и ты в него хочешь платить кредит, ну, то как-то... А вообще... Ты думаешь, он тебе... Ну, он же выплачивает, однако. Ну, он выплачивает долг. Нас. А сам-то он тебе не даст? Когда он сам занимает? Ну, долговая яма, я тебе опять уже объясняю. Пойдешь в банк. Ну. Ты в банк-то ходил, узнавал, дадут тебе или не дадут. Прежде чем покупать дом, то надо... Прежде чем строить дом, сядь, все и рассчитай. Так в писании написано. Ну, если останется там меньше 100 тысяч... Ну, что, мне не дадут, что ли? Пенсия, это единство выплачивает. Ну, не знаю, не знаю. Надо было сначала сходить, узнать, дадут, не дадут, а потом уже затеивать эту авантюру. Вот и авантюрист, Вася. Ну, да под этот дом, под этот дом, ну, забирайте, если я не выплачу, забирайте этот дом и все. Да зачем банку твою дому, за которую ты 200 хочешь, в котором жить даже невозможно. Нет, почему за 600 тысяч? Я же под него буду брать кредит, кредит-то под него буду брать. Под него? Ну. Ну, если я вам не выплачу, забирайте этот за 600 тысяч. Ну, ты не выплатишь, они заберут дальше, что? Ну, не выплатишь, ну, ты работать не хочешь. Ну, по миру пошел, по миру пошел. Ну, ты сразу-то и иди по миру, зачем тебе эта авантюра за 600 тысяч с долговой ямой? Так хоть без долгов по миру ходишь, а так с долгами будешь ходить. Мне надо сначала пожить. Что значит сначала пожить? Ну, пожить как бы в такой обстановке, где муравейника нет этого. Я тут с краю муравейника где-то нахожу. А может тебе наоборот как муравей стать? Ленивец, поучись у муравья. Читал такое? Может тебе не в монастырь уходить, а наоборот в мир идти, Евангелие раздавать, трудиться. Сколько я тебя звал? Там какие соседи будут? Кто может убийство какое? Я откуда знаю. Я же не знаю, каким соседям подселюсь. Тем более не знаешь, каким соседям. Ну, а это уже известно, какие соседи. Я у Сергея спросил. Он говорит, это... Ну, с одной стороны живет пенсионерка, она где-то на 5 лет старше меня. Тоже ленивая, да? Да почему? Ну, ты боишься, что... Она работает и помогает. Ты боишься в муравейнике жить, боишься, что у тебя будут все говорить, что ты ленивый, ленивый. А тут все равно соседи-то будут. Так она одна. Ну, она одна и будет говорить, а вот ты ленивый, ленивый, она все равно будет говорить. Ну, и пусть говорит. Мне что, мне до лампочки. Ну, так ты переезжай в город, если тебе до лампочки-то. Ну, она пенсионерка, ну, она что, мне заклюет, что-ли, в этом день на 5 лет старше меня? Ну, а если она семью приедет... Да какая у нее семья? Приедет, то... У нее никого нет. Ну, приедет таких же, вот, как ты. Несколько человек. Ну, правда, работящих. И будут тебе... Ты будешь на печке, как имели, лежать, они будут трудиться. Скажут, вон лодырь опять там, у него все поросло. Даже облепиху собрать не может с яблоками. Тоже будут тебя клевать-то. Никуда не денешься от этого, от обличения. Всегда тебя люди будут обличать. Ни в какой монастырь тебя от этих стен не спасут. Тебе единственное, надо самому начать меняться. Просите у Бога милостей. Ты же... У тебя же здоровье, это он. Стараться надо. Стараться надо. Только у тебя одна и та же пластинка. Теперь надо стараться, но я буду ленивый. Брат тебе материт. Денег не дает, потому что знаешь, что ты не отдашь. А у брата родного-то, что ты не просишь денег? Он же богатый. Я тебе это объясняю. Внучка взяла за 3 миллиона. Внучка взяла за 3 миллион. Внучка взяла за 3 миллион.